Здравствуйте! Одно из семи таинств в Православной Церкви — Соборование. По поводу него больше всего возникает вопросов. В чём смысл этого таинства? Сегодня нам расскажет Иерей Захарий Бобров. Таинство Соборования по-другому называется, ещё правильнее даже называется Таинство Елеосвящения. Соборование — это таинство названо по той причине, что по чину оно совершается Собором Священников. Поэтому отсюда и название Соборования. Это одно из семи установленных таинств в Церкви. Если мы обратимся к катехизису святителя Филарета Дроздова, то мы там сможем прочитать, что Таинство Елеосвящения — это таинство, в котором через помазание маслом частей тела человека болящего человеку преподается благодать Божия для исцеления душевных и телесных недугов. Как любое таинство Церкви, Таинство Елеосвящения установлено на Священном Писании и исторически прослеживается даже в дни жизни Господа нашего Иисуса Христа, когда Он даёт заповедь своим апостолам идти проповедовать Евангелие Царствия и исцелять больных, возлагая на них руки и помазывая их елеем. Апостол Иаков в своём соборном послании пишет следующие слова. «Если кто болеет из вас, пусть призовёт пресвитера в Церкви, и они вознесут молитву о нём, мажа его елеем, и молитвой веры исцелит болящего, воздвигнет его Господь, и если грехи на нём какие есть, простятся ему». Вот именно на этих словах Священного Писания Святая Церковь устанавливает Таинство Елеосвящения. Это таинство одно из немногих таинств, которое обязательно для нашего понимания и глубокого изучения, потому что больше, чем с этим таинством, в народе не связано суеверий столько, сколько вот с этим таинством. Вот одно из распространённых суеверий — это то, что это таинство преподаётся как последнее помазание, то есть перед смертью. И священник в этом плане выступает как некий ангел смерти. Многие люди боятся приглашать священника к больному, да и больной сам часто говорит, что «не надо, я ещё хочу пожить». Вот это происходит всё от непонимания сути таинства. То есть если мы вернёмся к словам, на которых основано это таинство, то мы там увидим, что таинство совершается для исцеления больного. И на это прямо указывает слово «воздвигнет», «исцелит Господь» по молитве веры. Поэтому, конечно же, это таинство не таинство последнего помазания. Есть такое отношение к этому таинству, но оно не имеет никакого отношения к нашей Церкви. Это такое представление о таинстве елеосвящения есть у западных христиан. У нас же, согласно слову апостольскому, это таинство совершается прежде всего для исцеления душевных и телесных болезней. И традиционно, поскольку если мы проследим историю развития этого таинства, то мы увидим, что совершение этого таинства в истории привязано к светлому Христову Воскресению, Пасхе. И исторически, и до сегодняшнего дня, например, в греческой церкви, это таинство совершается всего дважды в год для всех желающих. Это после утренней Великого Четверга в среду вечером и в навечере Рождества Христова, тогда, когда пост усиливается перед праздником Рождества Христова. Так было в истории, так есть и сейчас. И в нашей церкви, на Руси, такая практика существовала до XVII века. Таинство совершалось единый же в год. И только архиереями, ну и в каких-то крупных монашеских обителях. После XVII века практика совершения таинства перешла уже в большие соборы, такие как, например, Успенский собор Московского Кремля. И просуществовала в таком виде до 1917 года. И немного отличалась вот эта практика совершения этого таинства. Повторюсь, что это таинство было установлено совершать раз в год для всех желающих, для людей, отягощенных какой-то серьезной болезнью. Таинство может совершаться в любой день года, независимо от постов и каких-то праздников. Если человек нуждается, то по слову апостола он призывает пресвитера церкви и возносится молитва об исцелении. Практика же совершения таинства для всех желающих была до 1917 года совершать таинство однажды в год в монастырях и крупных соборах. Во второй половине XX века у нас рождается новая практика, когда мы приступаем к таинству соборования. Также единожды в год каждый человек может приступить к этому таинству, но все-таки в рамках Великого Поста. И где-то это таинство совершается по-прежнему раз в год в четверг на Страстной Седмице, а в каких-то храмах совершается это в течение Великого Поста 4-5-6 раз, по мере того, как это необходимо, поскольку много сегодня желающих приступить к этому таинству. Поэтому, конечно, вот это вот те заблуждения, которые рождают человеческий ум, от них нам нужно постараться избавиться для того, чтобы правильным отношением к таинству все-таки приобрести вот таинство то, что действительно оно может нам дать. Вот еще нельзя умолчать еще об одном очень распространенном заблуждении о том, что в таинстве соборования якобы прощаются все грехи, которые совершил человек в своей жизни, ну или грехи забытые. Вот на это не указывает нам ни одно из мест Священного Писания. Нам нужно здесь разобраться и понять, что хотя и таинство соборования имеет связь с таинством покаяния, но все же его нельзя использовать вместо исповеди, не заменять одно другим. Исповедь и таинство покаяния – это таинство покаяния, а таинство соборования – это таинство соборования. И, к сожалению, вот такие вот неправильные понимания таинства и таких вот заблуждений, которые чаще всего рождают наше лукавое сердце, когда мы не хотим трудиться и ищем какой-то более легкий путь, чаще всего такие заблуждения приводят к тому, что человек не получает от таинства того, что он бы хотел получить. И часто человек ждет от таинства того, что таинство не может человеку дать. И потом в связи с этим, конечно, появляются разного рода обиды и на церковь, и даже на Бога, что вот, мол, я выставил такую длинную службу, а не получил то, что хотел получить. Поэтому нужно нам внимательно разбираться в том, что есть таинство то или иное, и для чего оно церковью установлено. Вот мне близко понимание этого таинства в отношении отпущения грехов в том смысле, что в таинстве соборования прежде всего идет речь об оставлении тех грехов, за которые послана болезнь. Вот это вот, на мой взгляд, правильное понимание того, с какими же грехами и с отпущением каких грехов все-таки связано таинство соборования. Потому что и в моей уже священнической практике, а я думаю, что в практике любого священника были такие случаи, когда после таинства соборования подходят только что пособоровавшиеся люди и спрашивают, завтра мы хотим причаститься, а нужно ли нам исповедоваться? Вот мы сегодня только что пособоровались, и все грехи отпущены. Вот нужно четко понимать, что в соборовании не отпускаются все грехи, о которых человек помнит или не помнит, значит, или принципиально не приносит на таинство исповеди. Вот все-таки нужно сделать акцент на том, что прежде всего речь идет о грехах, за которые была послана болезнь или попущена та или иная болезнь. Наверное, вот на этом и нужно остановить нашу мысль о таинстве, и все-таки понудить себя всякий раз, когда приближается Великий пост, и мы по традиции будем приступать к таинству соборования, и все-таки понудить себя еще и еще раз, пересмотреть, откуда берется это таинство, для чего оно дается нам, и что все-таки мы можем получить из этого таинства, а чего оно нам дать не может, чтобы потом не было у нас горьких разочарований. Субтитры создавал DimaTorzok